Сами видели, что на таком вязком поле игра получилась такая тяжелая, но обоюдная. Моменты были после стандарта, а когда шла плановая атака, мне кажется, что справлялись ребята. С каждым результатом я недоволен, но претензий к ребятам особо нет. Они выложились сделать то, что они могут на данный момент делать. В принципе, не как претензий к команде своей. А так, я такая взрослая была. И видно было, что очень хотели победить и Факель, и мои ребята, в принципе, ничем не уступили. Но в целом, я думаю, закономерно было, если бы результат был ничем. В каких компонентах вы уступили, если уступили хозяев и что не получилось? Нет, ну немножко это и видно было в игровом плане. Немножко больше контролировали ход игры хозяева. У нас получалось, в принципе, чтобы сказать, в целом здесь переиграли. Я бы сказал вот так. Немножко лучше контролировали хозяева. А наши ребята играли, как бы, немножко получилось так с вторым номером. Но, опять повторюсь, моменты были, что у тех ворот, что у этих мы попали там. Могли забить там, когда штанг попали там. По той перегладе у нас наши ворота были. Так что игра такая острая была. И игра держалась с первых до последних минут напряжение. Немножко мне понравилось то, что... Хотел бы я просто дополнить. Вот ребята, хорошая команда, у вас команда хорошая. Я думаю, негатив остался в том плане, что не понравилось судейство, особенно во втором тайме. Если в первом тайме равное, нормальное судейство такое было, вот объективное. А во втором тайме почему-то непонятно судья начал. Я хотел бы и передать тоже судим, что не надо помогать вашей команде. Она хорошая, она достаточно стабильная и исполнительная, достаточно хорошая. Но они без судья не выполнят свою задачу. Помочь не надо. То, что наглядно показал судья, особенно судья в поле, особенно во втором тайме. Конечно, я перед ребятами извинился в раздевалке за судейство за второй тайм. Вот за главного судей. Потому что так, как он судил, любой стык в целом. Это может показать, что предвзят или что, с моей стороны. Потому что моя команда проиграла. Но все равно я стараюсь объективно отсидеть все эти моменты. В целом нельзя было делать то, что он сделал. Это некрасиво и нехорошо. И не по футболу. Потом я постарался подойти к нему. Так культурно. Говорит, я сейчас укажу. Это уже не солидно и красиво. А так у вас команда хорошая. Я опять повторяю, что она помощь не нуждается ни с какой стороны. Галилов. 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 На лавочке запасных сидит игрок, возможность которого мы знаем. Здесь не один год. Я имею в виду Сергею Галилов. Галилов. Что у него вообще там не лавится? Почему не лавится? Нормально. Он говорит, если мы его знали, то он нормальный. Пока на данный момент он играет, насколько мы его выпустили. Но те игроки, которые играли, они немножко посильнее чем он. Или находятся в гораздо более нормальном состоянии, чем он. Поэтому пока он сидит на лавке. Еще вопросы? Давайте тогда Вадим Васильевичу, к слову предоставим, нашему главному тренеру. Мы ожидали, что матч будет тяжелый. И смотрели соперника, изучали. Команда очень крепкая. Самоотдача на самом высоком уровне. Есть и достаточное количество игроков неплохого уровня. Но то, что они играют в обороне достаточно слаженно, мы это знали. И знали также, что поле уже превратилось в болото. И, безусловно, вскрывать постоянно 9 человек было тяжеловато. Думаю, что сегодня вряд ли стоит говорить о качестве. Потому что, в общем-то, игроки собраны под определенный комбинационный футбол, где мяч быстрый. Сегодня об этом, в общем-то, мы говорить не будем. Просто хотел выразить благодарность им после двух тяжелых выездов, где постоянно менялась смена покрытия. То в Пензе играли в то же самых сложных условиях на таком же поле. Потом искусственное. Ряд игроков выбыли по травмам в одном матче трое. Из потери очень серьезные. Строева сегодня потерялись. Хотел выразить просто им благодарность за морально-волевые качества. То, что добыли победу в очень сложном мире. Что у Стройева сейчас? Понятно, да? Ну, в общем-то, связались с отделением, куда его доставили. Говорят, что перелома нет, выехал. Локтевой сустав. Сколько времени уйдет, трудно сказать. Сложный сустав. Что у Стройников? Стройников надрыв икроножный на искусственном поле. Переход сказался. У Мечкова задняя поверхность. Но, будем надеяться, что не серьезный. То есть, микронадрыв. Будем исходить из этого. Он прошел курс лечения вот эти дни. Ездил в Белгород. Будет готовиться к Сокову. А Антипенко полностью готов? Нет? Нет, Антипенко, наверное, неделю-две. На неделю-две был. Владимир, сегодня у нас ощущение такое было. Значит, Хатаженков Мечкова на место Мечкова. Наверное, Мечкова не начинал, да? И вот, ну, все равно, середина поля. То есть, мало мячей. Татарчук оттуда получал, чтобы как-то креативить Шарифов. Середина поля просела немножко. Казалось. Ну, я не только из-за этого. Конечно, потеря. Потому что, в чем ценность Мечкова. Он очень хорошо чувствует момент руководителями, когда пойти в верхний прессинг, где в середине прихватить. То есть, здесь такой команды не поступало. И немножко, наверное, разрозненно были. Разрозненно. Чувствуется, что потери здесь вот именно нижнего, который может связать, который может подсказать, куда правильно перемещаться, когда атаковать соперника. То есть, ему достаточно неплохо же уже моментами верхней прессинг применялись. Сегодня его практически не было. Поэтому, конечно, потеря Мечкова сказала. Но у нас особого выбора не было. Пожалуйста, сейчас. Короткая скамейка сейчас очень короткая. Комисов вот-вот должен подойти. Он тоже с центрального полузащитников. Будем надеяться, что где-то в ближайших матчах уже будет появляться на поле.